Вечном соперничестве перепутчества на стороне Интера. Но тем временем игра уже началась, идет вторая минута. Стадион Сан-Сиро, вообще он вмещает 80 тысяч человек. Вот проход Христову, удар мимо ворот. Вообще вмещает 80 тысяч зрителей. Вот Роналдо, десятый номер сейчас с мячом, отдает направо. Это Арон Винтер, восьмой номер, темнокожий голландец. Винтер навешивает, на месте Гурлухович. Роналдо бьет издали, вот первый удар, поворот, становки Спартака. И так, чит пять защитников. Романченко, Христов, Ананко, Гурлухович и Евсика. Ну, в закате шикарный резерв. Самаранов, причем. Более солидный резерв у команды, конечно, у Интера. Вот сейчас уже показывает себя в действии. Это Свят Хредер и Бастиан, тоже из Германии. Так же, как и главный арбитр Маркус Мер. Вот план была атака, очень опасная. Вратарь должен. Молодец, Филимонов. Хотя вратарь его атаковал здесь футболистов Интера. Вот сейчас главное плотце держать. И ошибки на выходе. Сейчас Филимонов ошибки, но нехренки вышли перекладину. Обил поворотом. Арон Винтер, вы сейчас видели его на своих экранах. Очень опасный удар. Да, ошибка. 31 год этому голландскому футболисту. Полузащитник Интера. Я бы в сборной Голландии играл неоднократно. А дальше пока преимущество, конечно, небольшое у Интера. Ромаченко отдает Хлистову. И Хлистов в одно касание переводит мяч Горлуховича. Горлухович идет в атаку. Хорошо обыгрывает за Элиеса. Бьет. Вот сейчас только что Горлухович обыграл 13-го номера. Вернее, этот тренер Интера первый год тренирует эту команду. Но его зовут Луиджи. Но коротко журналисты и футбольные общества в Италии называют его Джи-Джи. Джи-Джи Симони еще раз. Тамарана прыгает. Пытался принять мяч на грудь. Продолжает контролировать мяч. Отдает Роналду. Роналду удал. Сходу. Как опасно. И возникает вопрос, видел ли Филимонов, что мяч идет мимо ворот. Наверное, будем думать, что так. Во всяком случае, в прыжке он, вытянув левую руку, прикрыл ей левый от себя угол. Смотрим повтор. Саварана отыгрывает. Он закрывал угол, видите. Роналду бьет. Да. И аргентинец Занетти. И четверка защитников. Один из которых, Тартор, очень активно подключается в атаку. Но, внимание, Роналду играет. Ой, как здорово они сыграли. Как хорошо. Саварана. Продолжение атаки Интера. Занетти бил поворотом мимо. И правильно делает. И правильно. Никаких расслаблений не должно быть. Никаких больностей. И вот опять Интер атакует. Роналду вошел. И будет бить. Не дают ему. Бьет. Все-таки и мяч опять летит рядом со штангой. Крученый удар такой был. Так называем. А 18 лет, потому что в 80-м году начал выступать в Бергоме за Интер. И с тех пор верен этому клубу. Потеря мяча в центре. Джаркаев. Никак не задерживается мяч у защитников Спартака. А вот удар другого бразильца. Зе Элиас. Зе Элиас 21 год. Так же как и Роналда. Так же как и его соотечественнику. Этому бразильскому полузащитнику. Небольшая пауза. Сейчас кто-то из... В полициях Интер, потому что Джаркаев на траве лежит. Нет. Стал-то нормально. Угловой можно выполнять. 16 номер. Обратите на него внимание. На его забавную прическу. Но подачи не на него. А бил поворот. Если можно сказать творческий вызов для этого тренера. Сможет ли он доказать. Сможет ли он вывести Интер в финал Кубка ИФА. Сможет ли Интер что-то сделать в чемпионате Италии. И пока что идет на второй парнир чемпионата Испании. И потом скандальный переход в Интер. О котором вы слышали этим летом. Первый сезон играет Роналда за итальянский Интер. Юка сыграл гораздо более надежно. Чем французский вратарь в том матче. Отличный пас. Нет. Против него был и Тариба Вест и Колонезе. Отличный пас сделал Джаркаев на Роналда. Роналда обыграл. Ананко. Клистово сталкивается с Гурлуповичем. Судья показывает можно играть. И удар поворотом Самарана. Правильно делает. Потому что помимо того, как Ромчат сказал Владимир, то в нем Интер выиграл у Веченца. Вот за счет как раз гола в пенальти, который забил Роналда. Уже на 95-й минуте матча. Пятая добавленная минута шла. Внимание, Джаркаев. Рвется вперед. Хорошо играет Ананко. Но мяч остается у Джаркаева. Джаркаев снова будет обыгрывать Ананко. Мяч. Удар на месте Херемонов. И было очень трудно. 18 лет за один и тот же клуб. За Интер. Так Борези практически. Да. Бергоми пока уступает лишь Борези. Вернее уступал до сегодняшнего матча. Вот простите удары вето поворотом. До сегодняшнего матча. На счету боевой еще одной желтой. И Шарко автоматически пропустил бы матч через две недели в Москве. А этого очень не хотелось бы. И хочу еще напомнить, что на чемпионате мира подобные нарушениям. Подкаты, так называемые, сзади. Будут караться удаление. Сейчас пробил поворотом в эпизоде перед этим Джаркаев. Но не сильно прямо в руки Филимонову. Оленичев. Сымбаларь. Оленичев. Неплохо. Сымбаларь. Вне игры. И судья показывает, что совсем немножко Оленичев залез в положение вне игры. Вроде бы он стоял совсем рядом с Тарибой Уэстом. Плечом к плечу. Но все-таки на какие-то сантиметры ближе к воротам Джанлуки-Пальюки был спартаковский футболист. А теперь Самарана поменялся местами с Анальдом. Анальдом впереди была, Самарана сзади. И... И... Какая ошибка сейчас Хлестова будет по второму моменту. Вы увидите, как ошибка замешкался с мячом Хлестов. И чуть было не позволил Самарана. Винтер. Пас. Самарана. Иван Самарана. Как подключился Бергоми. Уступает мяч. И дотягивается вернее. Мяч отскочил за Несси. И уже Роналдо навешивает. Вот удар поворотом Джузеппе Бергоми. Второй номер. Капитан команды. 33 года этому футболисту. И вот что получилось, когда сыграл наш защитник у чужой в какой-то площадке Горлакович. Он шел вперед и у него не было решения. Он потерял мяч и сразу возниклась комбинация. Горлакович, во-первых, свое место оставил свободным. Длинной ногой дотянулся до этого мяча Ромащенко. Ну, налево. Налево там наших больше. Слева. Левый флаг свободен. Гитов наконец довел гяч до Симбалара. Искнуло бы в трех метрах. Симбалар ответный пас. Гитов успевает. Ну, пропустить. Первый опасный момент. Ширко ударил головой. Я за спиной у него был. Джанлуку Пальюку. А пропустить, наверное, было бы получше. Потому что сильный удар вряд ли мог получиться из такого положения у Ширко. И он с трудом доставал мяч. О, как здорово. О, как здорово. Как хорошо сейчас играл Зелес. Еще раз напоминаю, породили Зелес. Я каждый раз подчеркиваю национальность того или иного футболиста Интера. Повторяю, семь футболистов, семь легионеров. Сегодня в составе итальянского клуба. И каких легионеров? Все практически играют за сборную своих стран. А мы смотрим, как Ширко бьет с нижнюю голову. Это итальянец. Один из немногих итальянцев в составе Интера. Хлестов опередил Роналдо. Но мяч отскочил к Зелесу. Зелес будет бить. Удар. Пропускал мяч Самарана. Мимо. В общем, тяжело Филимонову. Перед ним были 4 или 5 спартаковцев. И несколько соперников. Он был закрыт. Вот смотрите, как он увидел ночь в последний момент. И Самаран очень хорошо пропускал ночь. Ширко и трое защитников. Ширко падает. Ну, конечно, финансий не будет. Как бы Ширко еще не наказал. Его атаковал все тот же Тариба Уэдс. Второй Уэдс еще решил всему льнуть. После борьбы Ширко упал. Видите? И показывал орбиту. Не Динамо. Аут будет бросать Жаркаев. Бросил. Получил мяч назад. Отдает Зелесу. Отлично. Орбитер не понял, для что наказал Филистович. Ну, он это расценил как атаку из-за спины. А нет такого нарушения? Вот смотрим еще раз. А в чем он виноват? Может быть опасная игра. Зелес подает. А Камарада забирает гол за последние минуты первого тайма. Вы все видели сами. Реактивное время. То самое добавленное время за травм Мирослава Ромаченко. Смотрим. Ну, просто метает все на своем пути. Рвался к воротам Иван Самарана. Вот недаром мы говорили, что он использует этот матч еще и для того, чтобы зарекомендовать себя, чтобы завоевать себя, чтобы отвоевать место в основном составе. Что и говорить, красивый гол Филимонов, конечно, ничего. Самый лучший календарь. Спартаковцы до 7 дней проводят третий матч. С переездами, с пересадками и так далее. Что еще сказать? Ну, Интер играет просто лучше еще. К тому же. Вот смотрите, как атакует сейчас. Спартак робеет. Спартак играет в обороне. Достаточно большую часть времени вынужден, а Интер атакует. Судья, к сожалению. Оленичев, капитан команды номер 8. Читок номер 9. Симбалар номер 4. Впереди один Ширко, 20 номер. Олег Романцев, главный тренер команды. Состав Интера. Что в оправдании Спартака можно сказать, на ваш взгляд? В оправдании Спартака можно сказать то, что все-таки, несмотря на все это, несмотря на то, что Спартак, как вы правильно сказали, Робел, Робел. Ну, футболиста Оленичев. Футболистам удалось выстоять. А вот сейчас, смотрите, Оленичев едва не забил мяч. Какой опасный был момент. И стоило немножко поточнее пробить капитана Спартаковцев. И там, глядишь, но всего лишь угловой. Оленичев разыгрывает с Симбаларем. Симбаларь возвращает Оленичеву. Будет бить, нет, входит. Великолепный ход, там, на удар. Гол! Гол! Великолепный проход Дмитрия Оленичева, который сыграл просто гениально. Сограчал он, не знал. Смотрим еще раз. Как он прекрасно обыграл всю компанию. Всю компанию. Сначала Зеллиас, а потом хваленого Луиджи Стартора, которого мы хвалим на протяжении всего первого тайма. Пробил точно в угол. И мяч от штанги отскочил с сетку ворот по люке. И еще раз в другой точке. Айда, капитан. Айда, молодец. Взял на себя игру. Не побоялся. Что еще отличало Спартак в первом тайме? Он показывал немецкому арбитру. Это гол нам показывает. Да, вот еще раз. Мы его с удовольствием посмотрим. Неожиданно для защитников сыграл Оленичев. А это значит, да. Это данные и туристических агентов. Они не только на этой трибуне, они не только в этом секторе за воротами. Они распределены и по другим местам на арене. Кранал забира. А пасть сюда. И хочу сказать, что выключился он за подделое поле. Ну ладно. В первом тайме, простите, Владимир получил желтую карточку Илья Цамбаларь. Ну а к тому же, вот, не отпросить атаку. Илья сбьет в дальний угол мимо ворот. К тому же желтой карточке Амил Ширкой. Слава богу, что только штрафной. Но я же говорю насчет опыта. До этого мы не обратили внимания, как жестко атаковал Колонезе. Нашего футболиста. Смотрите, два опыта. Принесла. Ну и календарь у нас остался на такие образы, что мы словно устроители. И не представляли, что наша команда могла выйти в полуфинал. Но календарь достаточно далеко не лучшим образом. Говорят так, ох, Роналду. Внимание, Роналду. Право Филимонов на Самарана. Атака продолжается. Но уже болезнь. Ух, молодец Филимонов, ногой отбил мяч. Сейчас сейчас сыграл. Сейчас, ой, как опасно. Делес бьет, попадает Бананка. Все, у нас же чемпионат только начинает. Барбак и Локомотив должны бы получить паузу в начале сезона. Ну ладно, вернемся опять к игре. А она очень трудна для Спартака. Роналду сумел... Молодец, молодец. Шестнадцатая минута второго тайма. 1-1 в матче Интер-Спартак. Два раза Филимонов хорошо сыграл после ударов Роналду. Конечно, молодец Филимонов. Но надо сказать, что удары и в том и другом случае Роналду получились не такими, какими могли бы получиться. И это нас немножко выручилось. Вот Читов атакует Ширков. Отлично! Давид, что же Илья-то стоял. Сразу на... Клистов напрасно бил. Кубков, что ли? И нам зачем нужно назначать матч на такой день. Делес идет вперед. Остается с мячом. Ананко прервал. Удар! Опаснейший удар поворотом Хавьера Аргентинцева. Выбивает Мелешин. Мелешин подобрал его. Ой! Только вышел и тут же упал. Ну надо же. Где Элиот? Рекоба! А Рекоба вот только вышел и собирал здорово. Если бы не Филимонов. И вот еще раз приближается, может быть, к пищам 65, да? Не имеется. Я как в случае впечатления, что стадион почти заполнил. Но внимание, Роналдо бросает его в ноги Ромащенко, а уже Титов, пришедший назад. Правый план, Ворон Винтер. Самаран один. Вы простите, Роналдо. Высший Ворон. Ну и Интер, Интер. Роналдо все время очень хорошо прикрывает мяч корпусом. Казалось, что мяч летит в гуной. Еще одно нарушение. Сейчас мне казалось, что наоборот Донетти. Донетти шел прямой ногой. Рекоба, очередной удар. Не хочется обсуждать арбитр, но мы с удоеваем своему соотечественнику Роналдо. Роналдо назад. Рекобе, Рекоба входит штрафную. Против него говорит, как Хлистов. Судья показывает, ничего не было. Очень опасно. Самарана. Роналдо бьет, не бьет, а ковыряет мяч. Смотрите, как Самарана... Робсон занял место у этого единственного нападающего. Спартака подача. И снова выше всех прыгнул Иван Самарана. 31 год. Чирийский форвард. Сейчас, безусловно, защитники проиграли ему. Проиграли в борьбе в этой ситуации. Он просто их опередил. Смотрите. Он прыгнул раньше. И вратарь ошибся на выход. Долго летел поперед в поле. Посильнее. Быть. Дальше Робсон. Робсон бьет, мешает. И не попадает в ворота. Футболисты отобрали. Тариба Вес. Комбинация Роналдо. Роналдо бьет, попадает, по-моему, своего же игрока. В Ананко попал. В пятку Ананко. Все больше и больше футболистов. Интер идет в атаку. Рекоба. Как активно вошел в игру. Уругвай. Это тот футболист, о котором мы вам говорили. Нван Квакану из сборной Нигерии. Который играл в аятке. Ну, вон, что делает Роналдо. Ой, молодец. Ой, это просто блестяще. Ведь удар наносился с носка. Как говорят футболисты, без замаха Цанет не бил. Вот посмотри, еще раз. Роналдо что сделал. Видите, как он ударил? Да, бьет пыром, что называется. Это Афрамащенко. Вот еще такая пара образовалась на поле. Вот они. Ой, как хорошо сыграл. Ой, как здорово. Нельзя давать его принимать. Что-то как-то... Тудья его в стенку возвращает. Возвращает его просто поближе. Хитоп ушел. Хитоп ушел. Романченко бьет. Рикорсет Робсон. Робсон второй угловой. Угловой ситуация. Вот как Робсон сыграл. Показал, как надо играть. Романченко бьет. Это удар, чтобы немножко передохнувать ногу, как говорится. Второй БВС. Данетти. Он... Ой. И мимо ворот. Не так дороже, как Креме им. Кстати, этому подтверждение. И в предыдущих матчах Интера. В этом розыгрыше Кубка Уэфа. Когда Дому Интер проиграл Леону 1-2. А потом во Франции победил французский клуб 3-1. Но внимание. Рикоба. Прострел. Здесь с ударной позиции был Кану на месте Филимонов. Уэст идет вперед. Рикоба. 44-я минута заканчивается. Рикоба бьет. Ой. Ошибка Филимонова. Вот достал мяч все-таки. Посмотрим повтор еще этого эпизода. В итоге мяч попал в штангу и новая атака. Звук головой удар. Пятая минута. Но неизвестно, сколько арбитр смотрит. Ребальний удар. Все-таки как-то неловко в этом эпизоде. Стою на своем неловко. Я заглялся с вами, но он был прикрыт опять же. Но смотрим сейчас еще. Еще одно тяжелое испытание для Спартака. Гол. Гол. Опять на последние минуты. И такой доставный гол. Его забивает Де Элиас. Опять на последние минуты. Сутолки у ворот. Неожиданным ударом. В розыгрыше кубка Ифа. Смотрим еще раз. Подает Роналдо. Несколько серий рикошетов. Мяч застрял вроде бы в ногах между ног у Титова. Потом каким-то образом выскочил Де Элиас. Смотрим еще раз. Здесь даже никто и не выиграл эту борьбу. Мяч отскочил от Титова и Де Элиас. Направил его в угол ворот. И конечно здесь Серемонов, но никак винить нельзя. И это Шоттл, 5 Шоттл. За помощь подготовки трансляции.